всем привет сегодняшнем видео я покажу вам как я вшиваю резинку в свои вязаные изделия если у вас изделие после носки либо либо после стирки растянулась вот у меня здесь свитер связанные из 1 ниточка рассказовский рассказовская горка цвет орех и одна ниточка акрил это был это свитер связан из распущенной пряжи его недавно довязала вот и у меня здесь рукава вот такие широкие я хочу их заузить сегодня я покажу вам как я это делаю продается в швейных магазинах или можете по интернету найти вот такие вот это называется нитка резинка по моему вот это вот так вот выглядит катушка вот она вот так вот тянется вставлять ее можно везде то есть и в носки и в свитера в общем они очень широкое применение также она продается разных цветов есть не только белые черные и серые и красные зеленые синие в общем всех всех цветов и разной толщины и вот я взяла себе вот такую я к сожалению не помню сколько здесь миллиметров по моему 2 я не уверен не могу сказать вот такой вот когда-то очень давно купила я ее вшиваю в свои вязаные изделия также можно найти вот такую вот резинку она уже очень толстая вот то есть ее наверное вшивать в куртку или что-то вроде этого вот тоже она есть нескольких цветов по моему серая и черная еще есть еще вот такие вот это тоже нитка резинка это не такая вот резиночка которая используется бисероплетение это другая это вот я купила прим от прим фирма и написано эластичная нить то есть она вшивается то есть она ввязывается изделия по мере вязания она в чем ее преимущество она прозрачная вот она кажется вам белая но на самом деле она прозрачная в изделии и не видно то есть ее можно ввязывать в любое изделие но хочу предупредить такая нитка очень скользкая то есть вам нужно очень аккуратно с ней работать и здесь на фабрике в германии ну может быть вы тоже можете найти на интернете ой в интернете я нашла вот такой вот это тоже нитка нитка резинка она вот такая вот она очень тонкая и к сожалению продавали только вот такой вот большой бобиной мне здесь хватит этой бобины на несколько жизней наверное я не знаю сколько здесь метров в 50 грамм или в 100 граммах то есть она вот такая очень тонкая белого цвета и я ее вшиваю увязываю точнее в свои плечевые изделия то есть вот у меня здесь здесь я вижу себе свитер из рассказовской пряжи вот это рассказовская горка у меня все пряжи в одну нитку вот я вижу в три нити спицами номер пять но это резинка у меня идет то есть горловина свитер будет сверху вниз регланом и вот резинку я вижу всегда на размер меньше то есть вот здесь у меня 4 спицы номер четыре основное полотно я буду вязать спицами номер пять и вот как я ее вижу вот у меня здесь три нитки и вот вот этого тоненькая ниточка нитка резинка по мере вязания давайте покажу я вот эту нитку резинку я ее вот прощупываю руками и я его чуть-чуть вот так под натягиваю чтобы она более-менее собирала полотно и вижу просто вот вместе с этой нитью то есть вот она как как добавка вот такая получается вот вот и так и так я вижу вот свое изделие то есть вот здесь она уже не очень видно вот эта нить но она здесь уже по всему по все резинки вот то есть это как вариант для вас что вы можете как вы можете исправить изделие которое растянулась ну вот сегодня я буду вставлять резинку вот такой вот в свой свитер вставлять его буду с внутренней стороны я понимаю что у меня по цвету не подходит но к сожалению возможности купить именно такой коричневый цвет у меня не было у меня есть только белая и черная вот я беру вот то есть мне достаточно будет в одну нить вот я иногда для про если мне нужно вот сильно полотно стянуть я иногда беру в два сложения но я сегодня возьму в одно сложение вот это по окружности я и честно говоря не знаю как объяснить но ну примерно вот сколько вы хотите чтобы она у нас она у вас стягивалась я возьму вот сколько то есть чуть-чуть запасом потому что мне нужно будет завязать так я отрезаю у меня вот такая вот толстая игла с большим ушком наверное все ее знают такая вот игла для вязания игла для сшивания вязаных изделий извиняюсь вот и вот это лицевая сторона я пришиваю с внутренней то есть я ну мне сначала нужно как-нибудь здесь зацепиться сейчас я завяжу ее вставляю прямо в конец вы можете конечно сделать я буду проходиться сейчас по всему периметру но вы можете также сделать и в 2 и в 3 более полосы вот то есть я ее подцепила вот здесь вот завязала узелок и я буду цеплять за одно ушко вот так вот я это мне резинка 2 на 2 я цепляю вот за одно ушко тогда резинка с внешней стороны не будет видно вот то есть вот так вот цепляю вот против а я вот уже стягивается конечно с внутренней стороны резинка будет видно но мне не страшно если у вас есть возможность купить прямо вот подходящий по цвету к вашему свитеру или любом другом изделию это конечно хорошо но у меня такой возможности к сожалению нет вот я ее вот так протягиваю его чуть-чуть подтягиваю вот как можете видеть полотно уже стянулась и вот так вот я прохожусь по всему периметру как так делать я по-моему увидела у кого-то из вязальных блогеров я честно даже не помню не могу сказать увидела я это уже очень давно и постоянно так делаю на тех свитерах которых у меня растягивается резинка опять подтянула вот так вот я буду делать только только одну как скажем как сказать одну линию вот я пришла уже к концу то есть я вот прям в ту петельку где завязывала то ушко так вот продену вот и вы можете конечно по желанию затянуть больше или меньше но вот я затяну средняя то есть вот так вот и давайте я завяжу вот с этим хвостиком который у меня был и все вот так вот легко и просто можно исправить далее я уже за кадром я все это заправлю аккуратненько и все но вот хочу показать вам результату вот вот так вот у меня стянулась и уже не растянется вот вот так вот рукав выглядит давайте сравним с другим рукавом то есть вот здесь рукав уже вот он зауженный показать вот он уже не идет вот так вот выгнутый он уже более такой аккуратно аккуратно смотрится ну вот вот так и я обшиваю резинки свои вязаные изделия забыла показать вам как вставлять как я вставляю резинку в горловину вязаного изделия вот здесь у меня свитер связанный из ниточки рассказов sky 1 ниточки анкорка цвет орех и это был распущенный свитер акрил после стирки у меня горловина растянулась и я буду вставлять в вот эту вот эластичную нитку резинку которую я уже вставила в обманжеты вы смотрите сами какая у вас горловина у меня горловина вот она вязалась таким вот как это называется кольфом вот и я но это так задумывалась я вот так вот подворачиваю вот вы можете на другом свитере покажу вставить только вот в конец то же самое что и и на рукавах но резинка будет то есть вот резинка будет только вот тут это как вы хотите у меня свитер будет вот так с подворотом вот и вставлять резинку я буду с изнаночной стороны вот вот здесь вот на вначале вот здесь вот в начале ряда вот также отмеряете сколько вам нужно можете прямо прямо из катушки также делать шивать сейчас покажу вот у меня здесь просто иголка вот и я надеваю и вот я буду вставлять как я уже показывала я буду цеплять за дно ушко вот мне нужно где-нибудь зацепиться где-нибудь так незаметно я возьму вот здесь вот тут регланная линия идет чтобы я затянуть вот я возьму одно ушко зацеплюсь пока за него вот и так же вот продеваем каждое ушко у меня здесь резинка 2 на 2 и вот я цепляю за каждое ушко вот так вот я цепляю так протягиваем можно можете прям прям из катушки не отрезая вот так вот вставлять потому что резинка на вот так вот свободно движется и протягивать ее легко вот давайте я за кадром протянула на на всем протяжении свою эластичную нить и вам покажу так я вставила уже свою нить я вернулась вот на начало на начало ряда вот и теперь я просто беру вы смотрите сами по себе вот как вам подходит если вам хочется еще затянуть то вы можете по всей площади так чуть-чуть подтянуть и посмотреть как вам подходит или нет можете также примерить на себя и прямо на себе вот подтянуть до того уровня я имею ввиду сейчас горловину подтянуть то как сказать до той консистенции которая вам больше всего подходит вот забыла также сказать почему я цепляю за одно ушко а не за 2 это я делаю потому что сна вот с внешней стороны если цеплять за дно ушко резинку не видно то есть если уж сильно присматриваться да и и можно высмотреть но ее визуально не видно поэтому я ее цепляю вот только за одно ушко то есть если я возьму вот это ушко у петельки потом вот это то есть не соседние с ним то есть вот так вот и вот так на на всем протяжении сейчас я завяжу я просто завязываю и потом я крючком это все аккуратненько заправляю так и обрезаю нить вот давайте покажу вот горловина она уже более-менее держится то есть вот давайте я повешу на плечики и вам покажу так вот так вот выглядит свитер теперь он полностью закончен и в него уже вставлена резинка вот здесь уже не так растянуты и с внешней стороны вот с лицевой резинку не видно вот но она есть вот она вот то есть вы можете вставить также если у вас горловина вот такая высокая вы можете вставить еще в несколько рядов то есть грубо говоря вот еще вот здесь вот прям посередине вставить тогда вас горловина будет более собраны но мне это не нужно свитер подразумевался быть таким свободным вот так вот он выглядит и вот здесь манжеты вот я вставила вот теперь они такие растянутые такая вот венка вот и с наружной стороны эту резинку ее не видно вот но она здесь есть вот она вот и покажу еще как я вставляю резинку так у меня на очередь еще один свитер этот свитер был связан уже очень давно это свитер из альпаки шерстяной он носился не раз и стирался ему ничего не случилось только вот со временем немного растянулась горловина вот она без подворота то есть она вот такая вот средне высокая и я буду вставлять резинку вот у меня здесь резинка 1 на 1 я буду вставлять резинку вот прям сюда в конец сделаю так чтобы она не была вот такой вот сильно растянутый вот давайте с вами возьмем вот эту вот нить который я говорил прозрачная ее можно вместе ввязывать в изделие и можно вот в два или в три сложения просто также вшить как и нашу белую она очень тонкая вот очень тоненькая очень эластичная но если вы будете ну как в четыре сложения и вшивать то она может быть заметно но я буду цеплять также за одно ушко и у меня ничего заметно не будет так давайте я за кадром отмеряю себе сколько мне нужно и к вам подсоединюсь так я отмерила сколько мне нужно и я буду вшивать и и с внутренней стороны то есть вот здесь у меня вот даже видно хвостик здесь видим был начало ряда я также продеваю в одно ушко вот и завязываю для себя узелок потому что эта нитка очень скользкая вам нужно аккуратно с ней работать она такая так сделаю узелка вот так у меня на выпало вот и я буду ее также цеплять за одно ушко вот то есть за вот это вот то есть у меня вот вот это ушко было с левой стороны я буду цеплять вот за левое ушко вы можете цеплять только за правое ушко вот то есть как вам как вам удобно то есть вот так же я цепляю за каждое ушко принцип тот же самый как и в манжетах только в горловине также вы можете когда подойдете вот концу надеть свитер на себя и посмотреть как вам больше нравится вот давайте я по всему периметру сейчас продену эту резинку вот вы можете вот видите я здесь уже вот так и и подтянула и у меня здесь краю же более-менее затянутый вот ну давайте я за кадром все это сейчас резинку протянул и к вам подсоединюсь ну вот я вставила резинку за кадром когда я ее начала усиленно подтягивать она мне оборвалась и мне пришлось сделать не в два сложения а в четыре и вот в четыре она уже такая более плотненькая и вот так вот держит резинку вот но хочу сказать что это нить она и не предназначена так скажем для вот чтобы ее вот так вшивать она очень тонкая и есть ее сильно потянуть она порвется она предназначена для того чтобы ее ввязывать вместе то есть когда вы вяжете свои изделия это было бы как такая дополнительная нить вот так что имейте ввиду я ее сейчас использовал не совсем по назначению вот но если будете использовать то можете сделать вот в четыре ну если будет восемь сложений тоже быть такая плотненькая вот но на тот момент когда вязался этот свитер это был один из первых моих свитеров таких больших я такой нити вообще даже не знала и вот вот теперь исправляю так скажем свои ошибки ну вот у меня горловина уже были такая собранная она хорошо держит резинку вот ну что ж надеюсь мои видео было вам полезным и кому-то помогло кто-то узнал о такой резинки нитки резинки потому что я сама столкнулась такой проблемой и везде искала как ее решить вот ну что ж подписывайтесь на канал у меня еще много самых разных проектов и надеюсь вам будет со мной интересно вот ну и бонусом давайте я повешу его на плечики вы также на него посмотрите всем до встречи и пока вот так вот выглядит свитер вот она наша резинка теперь у меня держит резинку такой растянутый